Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино «Говорит, показывает Лападом». И сегодня я хотел бы поговорить о романе Сергея Лебедева «Гусь Фриц». Это удивительно правильно названная книга, потому что ее название вызывает именно те ассоциации, сложный, многообразный клубок, отрицательных, положительных, да, которых может вызвать судьба русского немца, точнее потомка русских немцев. Это вообще отдельная проблема. Здесь сошлись не только Восток и Запад, Россия и Европа, но, наверное, самые болезненные швы отечественной истории проходят именно по судьбам этих людей. Иначе не скажешь. Потому что Кирилл, наш современник, да, человек, попавший под раздачу, как это называется, да, на сленге, во время одного из митингов, протестных акций, не так, чтобы он сильно оппозиционер, не то, чтобы он какой-нибудь выдающийся деятель чего-нибудь, нет. Он просто писатель, от лица которого рассказывается история его предков. Но очень важно существенно понимать, что его судьба сама балансирует на грани, да, и вот он только что освободился от, значит, из тюрьмы по поводу этих самых обвинений, да, из предварительного заключения. Как уж так его угораздило попасть в объектив камеры, да, значит, в момент, когда в потасовке перешло противостояние полиции и протестующих. Это сложный вопрос, он в романе не рассматривается. Тут просто дается картинка, надо понимать, что у героя тоже все неблагополучно в судьбе. Это очень важный знак. Потому что от самого корня, да, от Бальтазара Шмидта, значит, на могиле которого, когда бабушка принесла такую, знаете, металлическую щеточку, губку металлическую для чистки сковородок и кастрюль, и как нагар счищает с этой плиты, значит, мох, плесень, накопившийся мусор, да, и постепенно выплывают буквы Бальтазар Шмидт, да, вот, вот, и при этом она кажется ему совершенно чужой, мальчику Кириллу, потому что он видит, что она как-то переменилась, в ней что-то другое пробудилось, да, она вдруг заговорила по-немецки. Он впервые в жизни узнал, что его бабушка, оказывается, может говорить по-немецки. Это по совершенно объективным причинам скрываемой тайной было и немецкие корни, и происхождение, и все. И в романе все очень жестко переплетено. Здесь, с одной стороны, очень-очень отдаленная от нас Петровская и Допетровская эпоха, когда, значит, иностранцы приехали на Русь, отсюда возвращаемся к названию романа. Вот этот вот гусь, да, это не только физический гусь, злой, довольно такой здоровенный гусак, о котором я еще скажу, он будет здесь фигурировать в самом начале романа, вот, а именно как на гусей, на этих вот шипящих, непонятных, да, чужих, да, смотрели на иностранцев, значит, русские, причем не только бояре-купцы, да, но и простой народ. Вот, а фриц, это имя нарицательное уже в нашем языке, оно обозначает все то, что противостояло русскому человеку. То есть это совершенно негативное имя, здесь уже ничего не поделаешь, да, и оно после Второй мировой войны, да, после Великой Отечественной войны для нас, оно стало совершенно четко обозначать фашиста. Вот этот вот гусь-фриц, да, вот этакий, явился к нам, да. Судьба Бальтазара Шмидта, значит, имеет не только один перелом, связанный с переездом со сменой Родины, да, он фактически поехал в Россию после того, как поменял, скажем так, вероисповедание, потому что он был первозвестником и, значит, одним из популяризаторов гомеопатии. Но до этого он был яростным, нетерпимым, убежденным, значит, и образованным, значит, хорошо подготовленным гонителем этого уже учения. Сейчас для нас гомеопатия стоит где-то в одном ряду с френологией, с астрологией, с прочей хреномантией, вот. Но на самом деле тогда, да, это было какое-то новое слово в медицинской науке, пребывавшее в таком литургическом сне, потому что только-только открывались законы функционирования человеческого организма, лечить только-только учились люди по-настоящему, да. И вот тогда гомеопатия, значит, сделала такой блестящий рывок вперед. И вот что-то случилось, что Карпатрила реконструирует по косвенным данным Кирилл, значит, что-то случилось в судьбе его далекого предка, и Бальтазар Шмидт резко стал сторонником этой гомеопатии. Не буду вам пересказывать все детали, это отдельная детективная сюжетная линия, что с ним дальше произошло, как сложилась судьба этого лейб-медика и так далее. Но здесь надо сказать, что фигуры Петровских времен соседствуют с фигурами глубоких стариков, переживших Вторую мировую. Вот одного из них навещает Кирилл. Это тоже один род, это две его ветви гигантские, да. Это вот то неразрывная связь, которая сквозь все войны, сквозь все соединяет судьбы людей. И необычайно жестко, с очень действительно леденящей души сцены начинается экспозиция всего этого. Начинается с фигуры такого колоритного старшины. Он ходил в разведку во Второй Отечественной, во Второй мировой войне. И вот тут важно, почему я Великую Отечественную все время называю Второй мировой войной. Тут важно, оптика двоится, да. Показано с той и с другой стороны зрения. И он, естественно, убил огромное количество немцев голыми руками. И каждый год напиваясь, он впадает в такой лютый кошмар. И один раз этот кошмар наблюдает Кирилл, будучи мальчиком, да. И ему попался как раз тот самый гусак. Гордый, спесивый, иностранной породы благородной, да. Необычайно крупный, да. Задиристый, да. Его обожали дразнить дети, да. И этого гуся-фрица, этот старшина в неравном поединке, естественно, прикончил. Но он видел-то совершенно не гуся перед собой. И видел он перед собой не родную деревню и не свою старость, да. Он видел вот те самые бесконечные вылазки, да, за линию фронта. Он действительно какого-то ефрейтора душил в этот момент. Это очень образно и очень четко. Связь жизни и смерти. Связь истории и биографии человека, да, конкретного. Вне такой вот подробной семейственности, которой обязана как бы нам, которая обязана нам излагать семейная сага, но с огромными крупными мазками исторических картин. Тут тебе и русско-японская война, тут тебе и, значит, фронт Великой Отечественной, тут тебе и, значит, бои под Солицыным и бои под Сталинградом уже, да, спустя и гражданская, и Вторая мировая. Все охватывает, все периоды охватывает история рода, потому что он не прерывается. Потому что вот эта вот проблема, да, столкновение культур, менталитетов, других разных умных слов можно нагородить, да, оно никуда не девается, да, и разрешается в мучительных раздумьях, а каково наше нынешнее место в сегодняшние дни, в сегодняшнем времени. Не съезжая ни в сегодняшнюю актуальную политику, не съезжая ни в отдаленное философствование в духе Льва Гумилева, не наклиняясь в сторону бытописания, вот этих вот восхитительных подробностей, да, биографий, там, тонких сложностей каких-то, да, Лебедев умудряется захватить внимание читателя на первых страницах и заставить до конца эту мучительную, очень болезненную для любого русского читателя и для немецкого, разумеется, тоже историю дочитать во имя какого-то примирения с собственным прошлым и во имя понимания человеческой природы, которая с нашей нелегкой историей противоречит на каждом шагу. Читайте, наслаждайтесь, современная проза, гусь, фриц, роман Сергея Лебедева.